Свой первый грант в этом году получила волонтёрская организация «Зато верный друг». По сути, волонтёры, помогающие приёмнику для безнадзорных животных, объединились уже больше 11 лет назад, но только недавно решили узаконить свой статус, чтобы претендовать на муниципальную поддержку. Грант мы получили 100 тысяч рублей, и этот грант будет потрачен на закупку ветеринарных препаратов и оборудования. Будет закуплено средство для предупреждения лечения заболеваний животных. Также будет закуплено оборудование, будет закуплен рециркулятор бактерицидный для предупреждения вспышек заболеваний животных, и будут закуплены две переноски. Для волонтёров, на попечение которых находится 80 собак и кошек, которые содержатся в приёмнике и на квартирных передержках, это существенная помощь. Добровольцы закупают корма и лекарственные препараты для животных, которые живут в городском приёмнике, в основном на пожертвования неравнодушных горожан. Оплатить ещё и закупку оборудования было не на что. Два года назад финансирование приёмника было резко сокращено, государственное финансирование приёмника. И с тех пор мы находимся в режиме очень острой нехватки средств. Бюджетные средства, которые выделяет государство, их едва хватает на коммунальные услуги, оплату коммунальных услуг и зарплату сотрудников приёмника. Также грант получили общественная организация «Воин», фонд реабилитации ветеранов, ветераны ВМФ, общество 1945, Центр поддержки общественных инициатив, Совет ветеранов Сарова, Федерация лыжных гонок, фонд «Дорога в жизнь». Среди предложенных проектов – приобретение оборудования для занятий гиремом спортом в клубе «Самсон», обновление экспозиции в Музее морской славы и Музее военной истории, организация ветеранских мероприятий и устройство курсов анимации для детей из малоимущих семей. Также грант получил общественное движение «Молодёжь Сарова». Эту организацию создали для того, чтобы помочь молодёжным общественным объединениям, которые не зарегистрированы как юридические лица, участвовать в грантовых конкурсах. Они потратят деньги на проект «Медиавол». У нас, опять же, много общественных объединений, много волонтёрских объединений, в том числе молодёжных. Колоссальный объём работы, который проводится молодёжью в течение года. Но, как это часто бывает, иногда хромает освещение этой работы. Чтобы то, что было сделано, было красиво оформлено, донести об этом горожанам, конечно, лучше, когда этим занимается профессионал в плане освещения. То есть потребуется команда «Медиаволонтёров». Для их плодотворной работы нужно оборудование для съёмок, на которое и потратят средства гранта.